Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РНТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Сказано, сделано. В станице Гостогаевское восстановили детскую школу искусств, пострадавшую от удара стихии в начале осени. Прикоснуться к молнии и получить заряд хорошего настроения. Маленькие анапчане бесплатно посетили музей занимательных наук в рамках марафона добрых дел. Каждую секунду «Мама» наша съемочная группа запечатлела один день из жизни анапской многодетной семьи. Глава Анапы побывал в станице Гостогаевское в детской школе искусств номер 3, где завершился серьезный ремонт. Учреждение дополнительного образования пострадало во времени погоды 18 сентября. Сильные ливни и шквалистый ветер нанесли крупный ущерб. Средства на восстановление выделил муниципальный бюджет и спонсоры. Большую помощь оказали родители. Сегодня результат радует. Юных жителей Гостогаевской встречает обновленная школа искусств. Сегодня в этом здании светло, уютно и безопасно. Вся творческая семья в сборе. Но еще два месяца назад на Гостогаевскую школу было страшно взглянуть. Недобросовестные подрядчики затянули с ремонтом кровли и к осенней непогоде школа оказалась не готова. 18 сентября на Анапу обрушились ливни. Актовый зал затопило, пострадало мебель и инструменты. Глава курорта на месте ЧП дал поручение восстановить в кратчайшие сроки. Результат Сергей Павлович приехал оценить лично. Директор школы Виктория Гончарова провела мэра по всем классам. Гостогаевская школа искусства основана в 1989 году. Многие педагоги трудятся в этих стенах не один десяток лет. Валерий Саблин 20 лет дирижер хоровик в этой школе. Иногда замещает коллег, преподает игру на музыкальных инструментах. Индивидуальные занятия нам вполне хватает. Ну ты сколько уже занимаешься? Второй год. Второй год? Тебя как зовут? Яну. А где ты живешь? В улице, не, в том смысле. А в какой школе учишься? В 15-й. Ну тебе нравится, чем ты занимаешься? А мяч гоняешь, да? Нет? А что? Ну тоже надо. Людмила Васильевна учит первоклассик от зам изобразительного искусства. Они пригодятся в любой профессии, говорит педагог со стажем. Возможно, здесь сидят будущие модельеры, дизайнеры или архитекторы. Все стараются, молодцы. Да, дети в семье. Никого насильно не заставляют? Нет, нет. Они у нас все с радостью приходят, раньше времени даже. А сколько занятий длятся? Ну у нас 3 часа 10 минут, в общем, вместе с переменами. Для родителей это бесплатно? Для родителей это бесплатно. 200 человек на бесплатной основе. Муниципальное задание для школы. Еще 10 человек обучаются платно на отделении хореографии. Своими воспитанниками здесь гордятся, и не без оснований. Вот 10-летняя Софья Мартынова. Вместе с сестрой за 2 года они собрали 20 наград на всероссийских, краевых и муниципальных конкурсах. Мы были на конкурсе «Новороссийские». Она, конкурс Шостакович, она стала лауреатом третьей степени. И вот играл там фантастический танец. Актовый зал после ремонта не узнать. Да и вся школа преобразилась. Пошел на пользу косметический ремонт. Из обязательного заменили электропроводку и пожарную сигнализацию. Восстанавливали всем миром. Помогали родители, депутат городского совета Макаренко, спонсоры, санаторий «Мотылек», «Анапа», «Анапский хлебокомбинат», предприниматели. Из муниципального бюджета на восстановительные работы ушло более полумиллиона рублей. Работы завершили в рекордные сроки. «Я не верил, что ремонт можно сделать из того, что я видел, в такой короткий срок. Поэтому, Марин, спасибо. Вам, вам спасибо. Молодцы. Территория хорошая. Можно деревья посадить здесь, посмотреть еще что-то, сквер разбить. Здесь просто сквер сделать. Одну дорожку сделать, освещение дополнительное. 9 мая высадите. Пусть она школа и будет. Сергей Сергеев также рассмотрит возможность приобретения музыкальных инструментов для Гастагаевской школы искусств. Стал известен размер курортного сбора. Его стоимость не превысит 150 рублей за один день проживания. Об этом сообщила директор департамента инвестпроектов Министерства России по делам Северного Кавказа Ольга Рухулаева на совещании в Севастополе. Оплачивать сбор будут приезжие, которые прибывают на территории региона более 24 часов. Пользователи курортной инфраструктуры, а также граждане, прибывшие по путевкам и курсовкам. Для льготных категорий граждан будут предусмотрены особые условия. Дифференциация ставок будет зависеть от муниципальных образований и сезонности, сообщает пресс-служба администрации края. Напомним, с предложением ввести механизм курортного сбора выступил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 26 августа на заседании Президиума Госсовета по вопросам развития туризма. Полученные таким образом средства будут направлены в местные бюджеты на улучшение инфраструктуры курортных территорий. В Анапе стартовал предновогодний марафон добрых дел. Его организаторы сотрудничают с владельцами предприятий туристической инфраструктуры, а также предпринимателями, которые оказывают бытовые услуги. Главная идея – дарить праздничное настроение тем, кто больше всего в этом нуждается. Первым в своей двери открыл, пожалуй, самый оригинальный городской музей для маленьких анапчан из многодетных и малообеспеченных семей, а также опекаемых детей. Галогеновая лампа загорается в электрическом поле. Похожие опыты проводил Никола Тесла, ученый, чье имя обросло мифами. Хотя на самом деле никакой магии здесь нет. Чистая наука. Зрители – около 30 школьников. Это целый музей. Каждый экспонат в нем наглядно показывает природу какого-нибудь явления или действия закона физики. Как формируется смерч или торнадо, как действуют различные рычаги и маятники. В химической лаборатории тоже никакой магии, хотя опыты выглядят зрелищно. Раз, два, три! Ого-го, смотрите, сколько у нас получилось тумана! Появился ребенок в семье и захотелось как-то именно что-то для детей делать хорошее. Музей основан на том, что мы познаем науку, получая какие-то знания, не просто скучно, занудно, как на уроках, а играючи, трогая все руками, крутя-вертя, смотря зрелище. Семиклассница Юлия считает себя любознательным человеком, любит читать книги, сайты о животных. Часто школьные задания подталкивают узнать что-то сверх программы, поэтому такой музей ей нравится. Все понравилось, все, что есть. Это бесплатная экскурсия в рамках стартовавшего в Анапе предновогоднего марафона добрых дел. Идея проста – дарить подарки тем, кто в них больше всего нуждается, по возможности выходя за рамки стандартных посиделок с чаем и печеньем. Это уже избитый, надоело, а тут это зрелищно, во-первых, это поучительно и научительно, но то есть это и полезно, и законы физики. Организаторы говорят, что акция только начинается. В городе есть неравнодушные предприниматели, которые готовы принять в ней участие, даря праздничное настроение в канун Нового года. В последнее воскресенье осень в России отметят День матери. Есть женщины, для которых этот праздник, можно сказать, профессиональный. Многодетные мамы ежедневно совершают маленький подвиг, ведь растить и воспитывать сразу несколько детей – это огромная ответственность и колоссальный труд. В Анапском районе проживает около двух с половиной тысяч многодетных семей, среди них многообразцовых. Управление социальной защиты населения курорта каждый год отправляет кандидатуры на вручение почетного диплома многодетной матери от губернатора Кубани. В гостях у одной из претенденток на почетное звание побывали наши корреспонденты. Куры, небольшой садик с плодовыми деревьями и огород. Дом достался от родителей, его построили еще в 60-е, затем достраивали, улучшали. Этот самолетик когда-то был механическими качелями, они сломались, но дочери настояли, чтобы его оставили, как символ их детства. Старший – 27, она специалист по компьютерным технологиям, работает в Москве. Младший – 23, она учится на доктора в Санкт-Петербургском институте имени Мечникова, одном из престижнейших медицинских вузов страны. Дома-близнецы Юра и Жора, им по 13 лет. Они помогают маме по дому и в саду. Она точно трудолюбивая. Это, по крайней мере, могу точно сказать, трудолюбивая. И заботливая. У меня утюг, шкаф, машинки мои. Это личный кабинет многодетной мамы. Старинная машинка еще от бабушки. Та, что более современная, подарок от мужа. Он главный по снабжению в одном из санаториев. Анна Викторовна – учитель младших классов. И, как говорит она сама, каждую секунду мама. Каждый день, понимаете, каждую секунду ты мама. И нельзя, вот говорю уже, ну такая усталость скопилась. Вот отдохнуть бы немножечко. А сама понимаю, ну как? Как я вот уеду? Мальчишки здесь же у меня останутся, у них же уроки. И вот какие-то проблемы. Да, езжай, вот сестра рядом живет, езжай. Мы отдохнем, вот посмотрим. И так и случалось, когда я уезжала. Ну а сама-то переживаю, ну как же. Как они встали утром, что они как уроки сделали, как они ушли на свою художку. По словам Анны Альбинской, четверо детей для нее абсолютно нормально. Иначе и быть не могло, потому что у нее самой четверо братьев и сестер. О том, что ее выдвинули на конкурс, узнала, проверяя тетради. Мне приятно, ну как-то, в принципе, ничего не жду, чего-то там, каких-то там дифферамп, потому что это обычная жизнь. И мне это просто, самой нравится то, что у меня есть и то, что я делаю. И не жду награды никакой абсолютно. Вот приедут дети, вот это награда. Им просто приятно быть рядом, может что-то готовить вместе или мастерить. Это, по словам Анны Викторовны, и есть настоящая дружная семья. Сейчас семья Альбинских ожидает своей очереди на получение участка под строительство. Напомним, что в Анапе выделение земель для многодетных семей является одной из приоритетных задач в сфере социальной политики. Так, уже сдан в эксплуатацию 121 участок в хуторе Уташ. В станице Гостогаевской подведены коммуникации к 32 домовладениям и спроектирован подвод сетей к еще 119 участкам. Также есть документация на 145 участков в Суворово-Черкесске. Готовится проект на обеспечение водой и светом 320 будущих домовладений в Цибанобалке. Кубанинерго юго-западные электрические сети информируют, что 24 ноября в связи с проведением ремонтных работ будет частично прервано электроснабжение. С 13 до 17 часов в Благовещенской, с 14 до 17 часов в Кутки и Анапской. Дополнительную информацию уточняйте по телефонам, указанным на экране. Я напоминаю, что генеральный партнер производственного предприятия «Меркурий-2» приступила к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова